Водичка тепленькая. Можно купаться, сезон можно открывать. Даже несмотря на не очень жаркую по меркам местных жителей погоды, туристы в Анапе уже опробовали и песок, и морскую воду. На пляж, но не отдыха ради, отправился сегодня в Немин Кондратьев проверить, насколько курорт готов принимать гостей. Они в свою очередь делятся первыми впечатлениями. Не хватает мусорных контейнеров, да и сам пляж не мешало бы почистить. Если честно, на мою точку зрения, я бы его от дикого пляжа с трудом бы отличил. Этот пляж, это пока нечто такое между пляжем и естественной полосой моря. То, что навезли, ну, коллеги, нужно сразу уважать и себя, конечно, и курорты отдыхающие, которые здесь. Они уже лежат с зонтиками, а тут все еще куча песка, который насыпали для того, чтобы что-то потом разровнять. Ну, уже давно нужно было это сделать. С сезоном мы все сделали. С сезон уже идет. Они за нас уже его открыли. Вон они ходят в шортах с зонтиками, и они уже отдыхают. Приезжают на курорт не только за отдыхом. Многие решают совместить приятное с полезным и устраиваются на сезонные работы. Мы убираем с пляжа мусор, грубо говоря. То есть, хотя бы, ну, он чистый был. Мы в первую очередь должны создать, мы первые, власть и комфорт, и чистоту. Тогда люди откликнутся на наш комфорт и на нашу чистоту, на наше благоустройство. Не только Анапские. Все пляжи Кубани должны пройти сертификацию и соответствовать международным стандартам. Новое требование Край ввел в этом году, напоминает глава региона уже на совещании. Главные критерии – оснащенность, ассортимент услуг и безопасность. Последнему условию Вениамин Кондратьев уделяет особое внимание. Наличие паспорта безопасности сегодня для гостиниц и санаториев – это второе разрешение на работу. Если нет кнопки тревожные, стража охраняют, то есть в этом случае они имеют право получить этот паспорт безопасности? Ну, они получили его ранее, а тревожная кнопка – это мир. А что, его забрать невозможно? Ну, ранее выдавался паспорт безопасности. Ну, ну, все, лишить его этого паспорта безопасности. А если у него вообще нет ничего связанного с безопасностью, как у него может быть паспорт безопасности? А если у него нет паспорта безопасности, то главы, коллеги муниципальных образований ни в коем случае не могут допустить, чтобы они фактически начали принимать отдыхающих. Только в этом случае мы жестко наведем порядок с безопасностью. Если выдали паспорт, то заберите. Безопасными в курортных городах должны быть и аттракционные, и маломерные суда. За незаконные скутера и квадроциклы владельцев нужно не просто штрафовать, а изымать у них все нелегальные плавсредства. Такой же позиции Вениамин Кондратьев просит придерживаться и в отношении торговли суррогатным алкоголем. Жесткой позиции правоохранительных органов и контролирующих органов требуют также вопросы незаконной торговли алкоголем. В том случае, если мы позволим, мы реально понимаем, что где происходит в каждом муниципальном образовании, особенно курортные города, на каждой улице знаем, что делает, что производит и чем торгует. Но ничего не делаем. Почему? Значит, платят только кому-то за то, что можно этими видами деятельностей незаконными заниматься. Просто нужно прекратить коллеги этим заниматься. Только все вместе. В каких бы кабинетах ни сидели. Тогда-да-да, тогда курорт высокого уровня. Тогда на самом деле все прозрачно, чисто, комфортно. Коллеги, я прокурорам сегодня хочу сказать, что с учетом проведенного совещания и тех вопросов, которые возникли, необходимо более жестко и серьезно подходить ко всем вопросам, требующим нашего внимания. Ко всем фактам нарушений принципиально подходить. Больше трети туристов предпочитают добираться на курорты Кубани на своих автомобилях. И здесь есть еще одна проблема, которую предстоит решить – пробки. Позиция края – все ремонтные работы на дорогах к морю должны завершить к 1 июня. У нас одна дорога, которая максимально востребована в летний сезон, дорога по Краснодарскому краю, к Черноморскому побережью. И что, мы не можем всей страной сделать ее? На сегодняшний момент откорректированы все схемы о рождении мест производства работ. С 1 июня реверсов на Дону не будет. А почему опять не успеваем не реверс убрать, а ремонт завершить? Ремонт дороги проводится раз в 4 года. Так 4-й год заканчивается? Дело в том, что цикличность ремонта… Вы и детям планируете передать, что ли, своим, или что, ремонт? Ежегодно проводится 5-я часть ремонта. На текущий год запланировано, должно быть под ремонтом, порядка 70 километров из 400. Коллеги, знаете, я вот, может быть, не совсем в циклах понимаю. Я просто одно понимаю, что сегодня, если второй и третий раз будут автотуристы ехать, и опять будет все в ремонте, то в этом страдает репутация, в первую очередь, власти. А цикличность, она раздражает людей. А если она раздражает людей, значит, вы что-то делаете неправильно. А уже раздражает так сильно, что «Да не могу». И жителей Краснодарского края, и всех гостей края, которые с всей страны едут. Вот если, коллеги, не успеете до 1 июня, подниму вопрос во все колокола. Итоги нынешнего зимнего курортного сезона – 2 миллиона человек. Всего же, по прогнозам экспертов, курорты Краснодарского края в этом году выберут не меньше 16 миллионов туристов. Наша с вами задача – сделать так, чтобы наши отдыхающие получили качественный отдых по адекватным ценам. И мы должны оправдать их надежду, чтобы они отдохнули на самом деле и захотели вернуться к нам на следующий курортный сезон. Официальный старт летнему сезону дадут уже через 2 недели. Регион начнет жить в особом режиме. Время приема гостей – это большая проверка на прочность для всей Кубани. Мария Крошина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24, Анапа.